Утро ТВ Здравствуйте, мы как раз не секретничаем, мы наоборот, мне кажется, в другую сторону будем раскрывать какие-то секреты. У меня важный вопрос. Развенчивайте. Развенчивайте. Профессия психолога, ведь она сопряжена с личными тайнами, их рассказывает. А как вам, вот, вам же нужно хранить их, вы же их все помните, знаете, и их при этом нельзя. Ну, вообще существует конфиденциальность, и мы просто не имеем права, да, выдавать какие-то тайные секреты, если это не угрожает здоровью и жизни. Ага. Если что-то там вот очень серьезное, то мы, наоборот, не имеем права это держать. Поэтому здесь вот такая грань. Ну, мне сложно первые 5-10 минут после консультации. А потом вы научились же, да? Я очень эмоциональный человек, мне нужно это вот все утилизировать, а потом вернуться уже к нормальному ритму своей жизни. Вы сказали, что если это не угрожает здоровью, там, типа тогда секретов, какие они бывают? То есть вот эти, которые угрожают, их надо разглашать? Нет, ну, какие-то суицидальные там вещи бывают же, подростки иногда говорят об этом. И это же, ну, звонок такой родителям, что нужно разговаривать с ребенком, поддержать его в трудную минуту. А есть простые, там, я не знаю, 5 рублей, там, стащил на проезд, там, ну, тогда мы работаем над тем, что нужно самому признаться родителям. То есть какой-то глобальной классификации не существует, прям, секретов, вот это там, секрет первого уровня, секрет второго уровня, секрет четвертого, там, совсем. Нет, такого нет. Такого нет. А есть, существуют секреты такие, вот у секретов все равно есть такой флер преступления немножко такой есть такой. А бывают ли другие секреты? Конечно, и бывают секреты, которые можно создавать самим, и это может улучшить, возобновить там какие-то романтические отношения. А что это за секрет? Ну, не знаю, вот приходишь ты домой, а дома такое письмо лежит. Александр, вот пойдешь по этой стрелке и найдешь секрет большой, красивый, ты же пойдешь, наверное, по этой стрелке. Секрет-сюрприз? Сюрприз, получается. Ну, сюрприз, да. Да, и там какая-нибудь, я не знаю, что-то такое, чего ты давно ждал. А может быть, это что-то такое маленькое и пушистое. Вот мне в жизни делали сюрпризы, сюрпризы. И очень точно всегда можно по человеку определить, что тебе что-то готовят. Ты знаешь прямо, ты видишь там хитрый глаз, там какие-то шушукания, какие-то ты видишь там, что-то происходит, какая-то жизнь в телефоне. Такое необычное поведение, есть ли какие-то механизмы, позволяющие вот мне готовящему сюрприз, мне Лене готовящий сюрприз не выдать, не сдаться раньше времени. Ну, во-первых, это тренировка живоли, потому что любой секрет, бессознательно хочется там его раскрыть. И здесь, во-первых, нельзя, значит, даже намекать, что ты какой-то секрет делаешь. И нужно представлять не то, что вот ты видишь человека, ты ему готовишь сюрприз, а нужно представлять что-то другое, ну, как бы замещать вот эту тайну-то, да? То есть не думать о ней в присутствии этого человека. Да, не думать в присутствии этого человека. А как не думать, а не думать о хромой обезьяне? Ты смотришь на него и уже представляешь, как он будет реагировать. А вот это как раз и есть испытание. Тренировка силы воли. Тренировка силы воли. А у меня такой вот вопрос, а можно ли там внутри семьи, там, скажем, там, мама, папа, есть ребенок, можно ли внутри семьи вовлекать ребенка вот такие какие-то секреты отдельные? Есть ли они? Есть. У каждого человека есть личное пространство. И даже маленькие дети, и даже на консультациях маленьким детям, даже с 5 лет, я говорю, у нас существует конфиденциальность. И маленькие дети иногда рассказывают какие-то свои личные вещи, а родителям они об этом не рассказывают. И вот это личное пространство, оно очень трогательно. Ну, если у детей, или у взрослых даже тоже ведь. И к этому личному пространству нужно относиться очень-очень бережно. И чем бережнее, тем лучше отношения будут. Из этого не последует какой-то проблема, что ребенок начнет быть каким-то скрытным, неразговорчивым? Научится врать. Или, может быть, врать, да, научится. Да. Вот если вы небережно относитесь к его личному пространству, он научится врать. А если бережно вы общаетесь и вот уважаете его точку зрения, бережно относитесь к нему, тогда ребенок будет более искренним. И здесь степень доверия. Ишь ты, как интересно. Доверяет он вам или не доверяет? Воспитание родителей, самих себя уже, мне кажется. Да, конечно. Все тайны всегда становятся явными. И любой детский секрет, взрослый секрет, по крайней мере, русская, по слову, это утверждает, станет явным. Это так или не так? Конечно. И, ну, бывают тайны такие очень длительного характера, да. И некоторые тайны всплывают неожиданно. И бывают родовые тайны, там, не знаю, какие-то всякие... Из поколения в поколение, по секрету передаются. Из поколения там передаются, там что-то такое. Вот. Ну, они разные. И некоторые тайны, может быть, и не стоят, и не пришло время еще развенчать. Поэтому здесь информация, она такая, она иногда всплывает неожиданно. Ну, в этом и есть интерес жизни. Лишь бы уже за сроком давности, уже по наказанию. Теперь... Да. Кто умеет лучше всего хранить тайны? Женщины или мужчины? Мы сегодня такой вопрос задаем нашим зрителям. Вот вы как считаете, как психолог? Ну, мужчины больше. Почему? Женщины более эмоциональны. Вот. И эмоциональность, ну, вот она не позволяет нам долго держать там какую-то суперважную информацию. А у вас представляете, в голосовании... А мужчины более логические склад ума у мужчин. И по логике, если я так скажу, то будут такие-то последствия. Поэтому мужчины более сдержанно относятся всяким. И они больше врут. Вот сейчас ваш взгляд того, как профессионала, о том, что мужчины больше врут, интересно, повлияет ли он на наше голосование, которое сейчас в обратную сторону. Федоровская область голосует в обратную сторону, утверждая, что лучше хранят секреты женщины, как ни странно. А есть такой момент, что женщины вот коллективно, да, две женщины, например, они лучше хранят тайну. Женщины в коллективе могут создать интригу. Чем один мужчина. Вот это здорово. Но об этом, об интригах в коллективе мы поговорим как-нибудь в другой раз. А прямо сейчас говорим спасибо Ольге Амельяненко, психологу, которая была у нас в гостях. Чуть позже мы вернемся в эту студию после небольшого коммерческого перерыва.